МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. И смотрите сегодня. В Законодательном собрании региона подвели итоги работы за последние полгода. Парламентарии рассказали о том, что уже сделано, и о том, что еще предстоит. В регионе более 30 пляжей, где купаться нельзя. Однако новосибирцы как купались в неположенных местах, так и купаются. Где из года в год тонут люди? И почему в Новосибирске всего 4 пляжа признаны безопасными? Посещение аптеки может быть не только полезно, но и познавательно. В Новосибирске открылся первый музей аптечного дела. А теперь подробнее об этих и других событиях. Заксобранием за первый его политический сезон после избрания 6-го созыва был принят 71 закон Новосибирской области. К тому же удалось наладить совместную эффективную работу всех парламентариев, невзирая на фракционность, считают депутаты. О каких еще успехах и предстоящих задачах сегодня говорят в Законодательном собрании в нашем репортаже. На пресс-конференцию рассказать о том, как прошел первый в этом созыве политический сезон, пришли вместе с председателем Заксобрания Новосибирской области руководители основных его комитетов. Начали с основных, самых главных законов региона, принятых депутатами. Это закон по созданию агломерации. Тяжелейший закон, потому что это касалось земельных отношений, это касалось полномочий глав районов, которые вокруг города Новосибирска. Буквально на последней сессии один из основных наших законов это пакет законов по инвестиционной деятельности предприятий. Впервые за много лет все фракции поддержали принятие бюджета Новосибирской области. Это, по мнению депутатов, говорит о том, что Закс Собрания стала действительно настоящей командой. По сути, во всех фракциях сегодня меньше профессиональных политиков, а больше все-таки представителей дела самого разного. То есть, самого разного. И если и есть политики, то они настолько профессиональные, что понимают, что прежде всего вначале должно быть дело, а потом уже, наверное, какой-то политический интерес. Поменялась и тактика депутатской работы в комитетах. Той работы, которую обычный человек и не замечает. После проведения всех рабочих групп мы единогласно также формируем позицию комитета по тому или иному вопросу. Или за, или против. То есть, единогласно так называемый у нас предкомитет, где мы уже обсуждения так все прошли, это новый подход, это новая позиция. И когда какой-то комитет или законодательное собрание в целом, независимо там от партийной принадлежности, голосует единогласно по тому вопросу, как бы и посыл и для избирателей, и для того же правительства, для общественности, он гораздо выглядит более, ну, такой масштабным, да, когда все единогласно голосуют. Теперь, когда с законодательным собранием начали считаться в различных федеральных ведомствах, действующих в регионе, областные министерства и правительства, ведь не всегда так было, появились реальные, достижимые цели. Есть четкая линия стратегическая, как бы мы все понимаем, есть четкие задачи, и поэтому я вам скажу, что и взаимодействие у нас у всех со своими министерствами, правильно, с кем мы взаимодействуем, с правительством, состоялись на самом деле, и мы решаем общие задачи, а задача у нас одна, это чтобы как можно лучше было в России и на Сибирской области. Что ж, когда депутаты активно участвуют в регулировании основных сфер социально-экономического развития региона, формируя законодательные механизмы, то жители этого региона могут только выиграть. Ведь это депутаты ЗАГСа Брания, деятельность которого становится все более понятной и открытой для всех. Сенаторы одобрили перевод стрелок часов в Новосибирской области. Ранее Госдума рассмотрела законопроект о переходе региона на четырехчасовую разницу с Москвой в двух чтениях и тоже одобрила, говорится в сообщении на сайте Госдумы. Последнее слово за главой государства. Когда федеральный закон будет подписан, 24 июля ровно в 2 часа ночи новосибирцы должны будут передвинуть стрелки часов на 1 час вперед. За прошедшую неделю в Новосибирске вновь выросли цены на бензин и дизельное топливо. По данным Новосибирскстат, цены выросли на полпроцента. Так, 92-й бензин подорожал на 13 копеек, 95-й на 21 копейку, на 10 копеек выросли цены на дизельное топливо. С 30 июня на 4 метра сужается проезжая часть улицы Тролейная в районе здания по адресу Немировича, Данченко, 2, дробь 1. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Окончание работ запланировано на 8 июля. Об этом сообщили в мэрии. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения. Посещение аптеки для горожан стало не только полезным, но и интересным и познавательным занятием. В четверг в здании старейшей аптеки города открылся музей аптечного дела. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Аптека номер 2, расположенная на Красном проспекте, старейшая в городе. Она была открыта в 1913 году. Ее двухэтажное кирпичное здание является региональным памятником архитектуры. Именно здесь в четверг 30 июня торжественно открылся музей аптечного дела. Идея его создания пришла нынешнему директору Новосибирской аптечной сети Владимиру Машанову, когда он, осматривая фармацевтическое хозяйство города, наткнулся на любопытные вещи. В одном из филиалов, АПИК-279, я обнаружил то, что руководитель филиала сохранила часть оборудования, которое использовалось в производстве. Мне казалось интересным, уникальным. И сразу сказал, что давайте сделаем музей. И впоследствии, уже общаясь с ветеранами, выяснил, что эта идея была у ветеранов фармацевтической давно. И часть экспонатов уже сохранилась в медуниверситете. Аптечный музей не такая уж частая вещь. В Барнауле есть нечто похожее на музей, в Красноярске и Томске выставочные экспозиции не представлены как музеи. Новосибирским аптекарям сотрудники музея города помогли превратить идею в профессиональный проект. При создании музея аптечного дела самое трепетное внимание уделили тем экспонатам, которые сыграли особую роль в истории фармации, ускорили технологический процесс, облегчили труд провизоров. Например, вот эта бюреточная установка и этот автоклав. Его еще называют паровой стерилизатор. Открытие музея приурочено к десятилетию создания Новосибирской аптечной сети и празднованию Дню города. Торжественную церемонию специально перенесли на другую дату, чтобы подчеркнуть значимость события. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил аптекарей. Пополнился перечень музеев сегодня в городе Новосибирске еще одним музеем, с чем я всех поздравляю. Первый в Новосибирске музей аптечного дела должен представлять интерес для широкой публики. От простых жителей до разного рода туристов. И, конечно же, студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Руководство аптечной сети обещает, что помещение музея не ограничится одним выставочным залом. Оно будет расширяться. Что ж, будем надеяться, что новые экспозиции будут постоянно привлекать внимание посетителей. Хотя уже сейчас в музее аптечного дела есть на что посмотреть. Плати долги или ходи пешком. Еще шесть автомобилей в Новосибирске арестовали судебные приставы по долгам за горячую воду, отопление и кредитом. И это только за прошедшую неделю. Так, в пользу Сибэка за долги арестованы автомобили Toyota Camry и Lada. Их владельцы задолжали более 25 тысяч и 68 тысяч рублей соответственно. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, зачастую новосибирцы начинают искать средства, чтобы рассчитаться с долгами, лишь тогда, когда риск расстаться с любимым автомобилем становится слишком велик. Суд запретил компании «Сибирь-Колесо» продавать шины в жилом доме. Прокурор Кировского района через суд смог добиться запрета торговли шинами в жилом доме номер 40 по улице Сибирьков-Гвардейцев в Новосибирске, сообщает региональная прокуратура. Известно, что ранее организация уже получала предписание о необходимости закрытия пожароопасной точки в жилом доме, однако руководство требования проигнорировало, за что и было оштрафовано. Отметили ведомстве. За исполнением судебного решения суда должна будет проследить новосибирская прокуратура. Новосибирец нанял киллера, чтобы убить свою бывшую возлюбленную. К счастью, информация о готовящемся преступлении вовремя стала известна правоохранителям, которые тщательно спланировали и провели спецоперацию. Под видом исполнителя убийства навстречу заказчикам пришел сотрудник правоохранительных органов. Подозреваемый передал ему информацию о бывшей возлюбленной и 20 тысяч рублей аванса за совершение преступления. Когда заказ якобы был выполнен, подозреваемый передал сотруднику полиции оставшиеся деньги – 230 тысяч рублей – за выполненную работу. Сразу после передачи денег мужчина был задержан. Двое новосибирцев арестованы в Омске по подозрению в краже дорогостоящих иномарок. Как сообщили в МВД России по Омску, лэнд-крузер «Прада» похищен в ночное время от дома на улице Химиков. Второй автомобиль «Лэнд-крузер-200» угнали с улицы Туполева. Сумму ущерба владельцы иномарок оценили в 1 миллион 600 тысяч и 2,5 миллиона рублей соответственно. По версии следствия, первый джип фигуранты похитили ночью, вскрыв его специальным устройством, а затем спрятали на окраине города. Вторую иномарку украли спустя 5 дней, после чего уехали на похищенных машинах в соседний регион. Подозреваемых задержали в Новосибирске и доставили в Омск, если их вина будет доказана и может грозить до 10 лет лишения свободы. В Болотнинском районе произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Это случилось ночью на 107-м километре трассы Р-255. По данным МВД по региону, автомобиль Рено Сандера врезался в стоящий без габаритных огней КАМАЗ полуприцепом. В результате дорожной аварии в иномарке погибли водитель, его супруга, а также девочка в возрасте 10 лет. Еще одна девочка с 7 лет госпитализирована в больницу. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Новосибирцев чужой опыт, даже печальный, ничему не учат. В этом сезоне уже погиб молодой человек в отдых котлована юго-западного жилмассива. Теперь вот и на котловане Горский произошел несчастный случай. Но горожане как купались в запрещенных местах, так и продолжают это делать. Наш корреспондент побывал в одном из излюбленных и самом опасном месте отдыха на воде и поговорил с купальщиками. На территории Новосибирска насчитывается 33 места неорганизованного, но массового купания. Котлован Горский – одно из них. Хотя его, говорят спасатели, даже в реестре водоемов-то нет. Однако здесь, как и на 18 других похожих водоемах, где купание запрещено, дежурят матросы-спасатели. Ну народ собирается тут, или школьники, или взрослые. В основном приходят выпить, посидеть. В воду лезут? Лезут, часто лезут. Зорко приходится глядеть за ними? Да, особенно за взрослыми пьяными. Сами отдыхающие, как правило, местные жители, которые сюда поплавать уже не один год ходят. Как и большинство тех, у кого чувство опасности уже притупилось, а глаз замылился, эти люди уверены, что лично им здесь ничего не грозит и с ними ничего не случится. Даже если прыгать с самой высокой здесь скалы. Говорят, метров 10 будет. Особенно с той самоубийки, как говорят, прыгают. Ну ничего страшного, все живы. Лично мы прыгали. Я вам честно скажу, с этой скалы меня врачи забирали. Правда. Я разбивался с этой стороны. Я разбивался, меня врачи отсюда, спасатели, да, они спасли меня, увезли меня. Правда. Но меня все-таки тянет. Это мое, по сути, родное место. Ну получается. Мне нравится тут купаться. Тут опасно, я не спорю. Кто умеет плавать, тот сюда идет. Кто не умеет плавать, я прошу, не надо сюда идти. Однако спасатели предупреждают, что купаться здесь вообще никому не надо. Причина вполне объективна. Так как это котлован, то дно здесь очень опасное. Оно неровное и с большими перепадами глубин. Данный водный объект запрещен для купания в связи с крутыми обрывистыми скальными берегами и большими глубинами. Здесь буквально сразу у обрыва глубина 3 метра, через еще 2 метра глубина до 5 метров, далее 8-12 метров. Если человек в этом котловане и не утонет, то уж точно может разбиться. Буквально на днях здесь произошел несчастный случай. Мужчина, со слов очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с 10-метровой скалы. Не оттолкнулся, скажем так, достаточно для того, чтобы попасть в воду. Упал на камни, получил открытый перелом ноги. Ну и далее матросы-спасатели на лодке его доставали из воды уже, транспортировали и передали скорой медицинской помощи. Вот цена чрезмерной самоуверенности и алкогольной неадекватности. А эти в Новосибирске есть официальные и вполне безопасные пляжи. Может и не так много, как хотелось бы, но они есть. Правда, употреблять алкогольные напитки на них не поощряется, но, видимо, от того и несчастных случаев уже долгие годы там не происходит. Так что выбор, как обычно, только за нами. Что мы предпочтем? Безопасность и многолюдность или природу риск и неизвестность? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, 7 декабря у пары белых медведей Каи и Герды родился медвежонок. Весной зоологи определили пол малыша и были рады объявить, что малыш оказался мальчиком. Имя для маленького медвежонка решили выбрать внутри зоопарка, а не проводить общегородское голосование, как было год назад с медведицей Шилкой. Но с самого начала сотрудники предлагали один вариант, на котором теперь и остановились. Ростик в честь Ростислава Александровича Шила. Скоро Ростику исполнится 7 месяцев. Это уже не белоснежный малыш, вызывающий умиление, а задорный сорванец. И его игры с мамой Гердой порой больше похожи на дружеские спарринги. Они всегда рады своим поклонникам. Так что зоопарк приглашает всех горожан и гостей столицы Сибири в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова